Привет, друзья! Рад видеть вас на канале MyGadget. Меня зовут Антон, и в этом видео мы определим лучший нижнемоторный вертикальный пылесос 2021 года. В отличие от своих верхнемоторных собратьев, такие пылесосы гораздо легче в хранении, так как их не нужно крепить на стену, а при их использовании руки устают меньше, так как центр тяжести у нижнемоторных пылесосов расположен ниже. Мы отобрали 5 самых популярных моделей и провели их через ряд тестов для определения победителя. Но перед началом этого видео, друзья, поставьте этому видео лайк и подпишитесь на канал. Поехали! Итак, давайте познакомимся с участниками поближе. Вертикальный пылесос Bosch BCH6ATH25 с несколькими режимами работы и производительной турбощеткой High Power, которая, по заверению производителя, поможет добиться превосходных результатов. Пылесос-трансформер Morphe Richard 734-050EE со складной ручкой, добавляющей устройству маневренности. Мощный аккумулятор – это одно из главных достоинств этого пылесоса. Он способен из нижнемоторного превращаться в верхнемоторный. Philips FC6168 Power Pro Duo обещает превосходные результаты уборки благодаря технологии PowerCyclon, обеспечивающей высокую мощность воздушного потока и насадке 3-актив-турбо для очистки любых поверхностей. Пылесос Tefal TY6545RH с облегченной конструкцией, который, по заявлению производителей, одинаково хорош как в генеральной, так и в быстрой уборке. Также он упрощает уборку в труднодоступных местах за счет насадки PowerLite с LED-подсветкой. Walmart D703 Charo – это один из самых мощных нижнемоторных пылесосов, если верить производителю, который способен за счет мощной турбощетки очистить любую поверхность. Складная ручка и LED-подсветка облегчают уборку в труднодоступных местах. Актуальные ссылки на представленные товары вы найдете в описании к этому ролику. Мы подготовили три несложных испытания, которые при желании сможет повторить каждый из вас со своим домашним пылесосом. За каждый тест участники будут получать баллы в зависимости от своих успехов. Также после всех испытаний пылесосы смогут заработать дополнительно несколько баллов за наличие необходимых, по нашему мнению, особенностей. Такие как наличие съемного модуля, сгибающаяся рукоять, подсветка на турбощетке и бесконтактная очистка контейнера. Тот пылесос, что наберет больше остальных и станет победителем. Для этого теста мы воспользовались манометром, измерительным прибором, который покажет нам давление, создаваемое воздушным потоком внутри пылесоса. И на основе полученных цифр можно сравнить, какой из пылесосов лучше всасывает грязь. Лучше всего в этом тесте себя показал Volmer D703 Charoid, показавший цифру в 1,5 кПа. Немного до первого места не хватило пылесосу Bosch. Третье и четвертое место заняли Tefal и Morphe Richard, соответственно. Сильно отстал от конкурентов Philips Power Pro Duo, продемонстрировав значение меньше 1 кПа. Мы внимательнее изучили эту модель, чтобы понять, в чем дело. Оказалось, что из-за особенностей строения пылесборника и фильтров в потоку воздуха нужно пройти довольно извилистый путь от насадки до двигателя. В этом тесте все участники, кроме Philips, получили по одному баллу. Мы решили на практике проверить эффективность участников тестирования. Для этого мы подготовили 45 грамм земли и 30 грамм песка, и смешав это в одну массу, равномерно распределили ее по ковру. Нам было интересно, сколько сможет собрать каждый пылесос за один проход по дорожке из грязи. Для вашего удобства покажем вам движение всех участников одновременно, а затем сравним получившиеся результаты, взвесив собранную грязь из контейнера пылесосов. Лучше остальных с этой задачей справились пылесосы от Tefal и Volmer. Оба пылесоса смогли собрать весь заготовленный для них мусор и на последующем взвешивании показали схожие результаты в 72 грамма, и это отлично. На третьем месте неожиданно оказался Philips FC6168. Несмотря на меньшую мощность по сравнению с конкурентами, он смог собрать с ковра 65 грамм земли с песком. Да, это уступает лидерам, но тоже неплохой результат. Четвертое место осталось за пылесосом Morphe Richards. В середине своего прохода он начал нагребать небольшую горку мусора, на последующем взвешивании он тем не менее набрал результат 58 грамм. Ну а безоговорочно худшим в этом тесте стал Bosch BC8608H25. Он оставил почти половину мусора, его щетка слишком плотно прилегает к поверхности, из-за чего он оказался не способен собрать весь рассыпанный по ковру мусор. На взвешивании мы увидели результат в 48 грамм. Таким образом, в этом тесте эффективности результаты участников оказались следующими. Tefal и Volmer получили по 3 балла, Philips заработал 2 балла, Morphe Richards 1 балл и Bosch получил также 1 балл. Сравнив то, как хорошо наши участники собирают грязь с ковра, мы переходим к следующему испытанию проверки турбощетки. И снова для вашего удобства мы показываем прохождение теста пылесосами одновременно. В этом тесте мы смогли выделить лидера. Им стал Volmer D703 Charoid. Пылесос мог довольно аккуратно собрать большую часть грязи с клеящей стороны скотча, поэтому результату мы ориентировались в дальнейшем. Tefal оставил заметно больше грязи в конце, но в целом тоже с задачей справился, пусть и пропустив конкурента вперед. Philips закрепился на третьем месте, продемонстрировав довольно средний результат. Куча земли, которую он нагрел перед собой, оказалась довольно большой. Bosch и здесь не смог навязать борьбу конкурентам, причем после того, как мы внимательно изучили ленту скотча после теста, мы обнаружили несколько царапин, которые оставила турбощетка немецкого пылесоса. Для лакированных поверхностей мы точно не рекомендуем вам эту модель. Последнее место занял Morphe Richards. В процессе теста, когда мы отъезжали пылесосом назад, он просто порвал скотч, при этом по всей его поверхности было множество мелких царапин, из чего мы можем сделать вывод, что щетка у данного пылесоса тоже достаточно жесткая. Для наглядности предлагаем вам сравнить результаты всех участников. Волмир получил 3 балла, Тефаль заработал 2 балла, Philips также получает 2 балла, Bosch и за царапин на поверхности не может получить больше 1 балла, а Morphe Richards мы баллами наградить не смогли. С тестами мы закончили, и настало время для дополнительных Philips FC 6168, Volmer D703 Charoid и Morphe Richards 734 050 EE получают по дополнительному баллу за наличие съемных ручных модулей. Они помогают значительно расширить географию уборки. С помощью ручного модуля можно убираться на столах, подоконниках, на диванах, креслах и в таких труднодоступных местах, как колки в шкафах и ящики в тумбах. Говоря же о труднодоступных местах, по дополнительному баллу за наличие складной рукояти получают Morphe Richards и Volmer D703. Такая особенность позволяет при помощи этих пылесосов легче добраться до грязи под столами, кроватями и прочей мебелью. Как и складная рукоять, процесс уборки упрощает наличие у пылесоса подсветки, которая в свою очередь помогает легче замечать на полу частички грязи даже при дневном освещении. По дополнительному баллу за эту полезную функцию получают Tefal и Volmer. Бесконтактная очистка контейнеров позволит лишний раз не пачкать руки. По баллу за наличие данной функции получили Tefal и Morphe Richards. Время подводить итоги и определять победителя. Результаты вы можете увидеть собственными глазами. Лучше всего показал себя D703 Chiroid, производство компании Volmer, набравший 10 баллов. Tefal TY6545RH занимает почетное второе место, набрав 8 баллов. Третье место поделили Philips FC6168 и Morphe Richards 7304050EE с 5 баллами. А замыкает пятерку Bosch BCAT6ATH 25 атлет, набравший всего 3 балла. Продолжение следует...